Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас крутой заказ Фаберлик. Здесь невероятно тяжелая коробка. Заказ у меня вышел на 51 балл, почти много интересного. Есть одежда, конечно же, все новиночки, ну практически все. Восьмого каталога, давайте смотреть. И еще на интересе выдачи мой наставник подарил мне вот такой вот наборчик за определенное количество баллов. Очень приятно на самом деле. Здесь ботаника, шампунь и бальзам. Я, кстати, не пробовала такой шампунь, именно с прополисом и шиповником. И баланс и свежесть, бальзам мой, да, и шампунь я такой люблю, а вот этот еще не пробовала. Очень приятно на самом деле. Катюш, если ты меня смотришь, ты самый лучший в мире наставник, спасибо тебе. Ну а теперь распаковочка. Смотрите, какие коробки красивые теперь приходят. Фаберлик, здоровье и красота в ваших руках. Вообще круто. Открываем. Запечатана она у нас вот так. И скотчем еще. В принципе, нормально. Я пока не сталкивалась с какими-то косяками доставки у Фаберлик. В отличие от Эйвен, да? Ой, сверху тут сразу платится. Вот огромная моя... Не знаю, как это называется. Чек, чек, чек. Так, три пакетика сверху. Ну и давайте, девчонки, буду доставать все в хаотичном порядке. Первые лежали пакетики. Я для своих девочек, которые у меня заказывают, такие пакетики заказываю. Очень удобно. По 5 рублей они, Фаберлик. И начнем с одежды. Давайте с вами. У меня знакомая на работе заказала платье. Вот так оно выглядит в упаковке. Это у нас трикотажное платье с коротким рукавом для женщины. Артикул, девчонки, 525802. Это 60 размер, 95 полиэстер, 5 эластан. Сейчас мы с вами откроем и посмотрим. Мы с ней долго выбирали платьишко на лето. И решили остановиться именно на этом. Открываю аккуратненько, потому что, возможно, придется делать возврат. С вещами так поступаем всегда, да? Ой, оно такое приятное. Это, конечно, полиэстер, это все понятно, но зато оно тянется. Смотрите, какая горловина. Давайте, девчонки, я вам тоже покажу его на себе. Ой, какое платьишко приятное, слушайте. Вот цена, конечно, высоковата, мне кажется, за полиэстер. Но, тем не менее, девочки с большими размерами могут подобрать себе хорошую одежду, не бегая по магазинам, потому что я как обладательница тоже не 42-го далеко знаю, что красивую, качественную вещь на себя подобрать бывает тяжеловато, да? В основном у нас все маленькие размеры в магазинах. Ну все, девчонки, я примерю и вам покажу, потому что так непонятно. Ну, девчонки, смотрите, платье, оно на камеру ярче, чем в жизни. Так. Вот. Длину-то как нам посмотреть, что-то я со штанами прогадала. Длина получается... Так, стоим ровно. У меня выше, чуть-чуть выше колена, получается, вот штанишки мои видны, да? Вот. А у меня рост метр шестьдесят девять. Свободненькая, слушайте, классная такая. Запасик вот шестидесятый размер, в принципе, очень хороший. Рукавчик длины как раз той, которая надо, чтобы скрывать недостатки. Девчонки, я хочу такое платье себе. Коралловое только. Вот, серьезно. Вот, прям в следующем каталоге возьму и закажу. Оно так приятно струится, то есть, если взять побольше, вот, допустим, я даже, наверное, буду брать, может, пятьдесят восьмой себе. Не, ну, пятьдесят восьмой многовато. Пятьдесят шестой, наверное, я себе возьму, чтобы оно было не в обтяг, оно скрывает все недостатки, оно ничего не обтягивает, оно струится, его не надо гладить. Блин, вообще классно. Хоть и дороговато, но, вы знаете, мне понравилось. У меня есть подобное платье с василька, но оно не такое классное. Прям вот вообще супер, девчонки. Такое струящееся, хоть это и полиэстер, посмотрите, как достойно смотрится. Я себе обязательно возьму коралловое, наверное, размере в пятьдесят шестом. Классное, понравилось, прям понравилось вообще. Вот такая силиконовая щеточка у меня пришла в заказе. Артикул ее 113.15, на них хорошие цены в этом каталоге. Знаю, есть очень много любителей у этих щеток, девчонки, но у меня, к сожалению, к великому моему сожалению, на них аллергия. Воспалялись тесна, воспалялось небо и не представлялось никакой возможности ей чистить. Хотя щетки очень крутые. Мне так понравилось, как очищают эмаль. Вот все в них замечательно. Они крупные, то есть везде можно как следует шлифануть, так сказать. В общем, супер. Но пришлось такую щетку выкинуть. У меня раздражение. Не знаю, от чего, от силикона. Не могу понять. Но девочки мне под видео в комментариях тоже писали, что у многих на силиконовой щетке Фаберлик раздражение. Ой, девочки, прям новинка под руку попалась. Давайте скорее ее протестим. Это у нас новая маслица из линейки Глэм Тим. Вот так оно приходит. Здесь, кстати, 4,1 миллилитра. Артикул 410.27. Это гибридное гель масло для губ. Глэм Эн Роуз. Вот так оно называется. Я взяла себе в самом светлом оттенке. Мне такой кукольный розовый ни к чему. Класс! Девчонки, смотрите, тюбик досюда не прозрачный. Здесь он уже прозрачный. И мы видим текстуру масла. Очень красивый тюбик. Внизу есть артикул. Сейчас мы с вами засвочим, посмотрим поближе. Оно, в принципе, практически прозрачное. Я видела уже обзоры у випов, что оно выравнивает прям губки и каждую морщинку заполняет. Давайте смотреть ближе. Я сегодня прям так накрасилась от души. Вот мои губы до. На них помада. Мы видим все морщинки. Давайте заполнять. Спонжик просто плоский, кстати. И набирает очень мало продукта, девочки. Очень мало. Так. Прям хочется вытащить запаску. Так. Чтобы как следует его нанести, раз 10 придется окунуть. Очень узкое горлышко сделали в запаске. Так. Я не люблю блески, не люблю вот эту вот текстуру на самом деле, не люблю масла всякие, но только если на ночь, да? Но что не сделаешь ради вас? Вы же должны знать, что это такое и стоит ли тратить свои деньги на этот продукт. Прям вот мало, девчонки, мало выдаёт продукта. Я сейчас вытащу запаску. Вот она как выглядит. Смотрите, тут какое узкое проходное отверстие. Мы будем без него. Ох, а без него-то прям как от души. Ну уж лучше так. За один раз нанесла и пошла сиять, чем сто раз. Запах, девчонки, такой чуть-чуть сладковатый. Вкус, кстати, тоже приятный, если вдруг с этим маслом будете целоваться. Как следует распределим по губкам и посмотрим. Я бы не сказала, что прям идеальное выравнивание, да, как эффект фотошопа. Но вот гораздо лучше, да, мои как бы морщинки на губках уже менее видны. Мне кажется, если наносить без помады, будет эффект, ну, как-то более выраженным. Слушайте, покалывание. На губках прям есть покалывание. На нижней губе очень сильно чувствую. Вот, смотрите. Ой, какое покалывание. Это прям. Слушайте, ну губежки такие, прям как пельмени получились на помаду с карандашом еще. Не, ну прикольно, прикольно. Не, мне нравится. Может быть, даже и буду ходить. Так, давайте посмотрим поближе. Вот как выглядит он на руке. То есть он заполняет, да, действительно заполняет морщинки. И он, девчонки, такой тягучий. Прям тягучий. Вот как выглядит сам флакончик, такой красивый, да. И вот здесь мы видим в самом низу уже он прозрачный. Виден цвет блеска. Здесь небольшое количество перламутра. Даже не перламутр, не знаю, девчонки, шиммеры, наверное. Он вообще не чувствуется и не виден, смотрите, ни на руке, ни на губах. Девчонки, покалывание по всей поверхности губ продолжается. Это на самом деле прикольно. Текстура у него такая вязкая. Налипнуть будет или нет? Губы нет. На губах все нормально. Волосы. Вы знаете, тоже как-то вот, если сравнивать с другими блесками Фаберлик или даже с Глэм Тим, он практически вообще не липкий. То есть масло это, да? Нет? Мои волосы короткие и не достают. Нет, не липнет. Глэм Тим у меня прям прилипал так здорово. Продуктам девчонки довольна. Вещь стоящая. Губы до сих пор покалывают. И знаете, не то что покалывают и не щипят, а как сказать, как будто разогревает и какое-то вот покалывание по всей поверхности. Прикольно. Вот прошло время, как они выглядят. Не, классно, мне понравилось. Особенно то, что вот это есть покалывание, значит продукт работает. Это действительно девочкам, у кого маленькие губки, можно с карандашиком попробовать поиграться. Будет эффект объема однозначно. Вот такая красочка у меня в заказе. Это Фаберлик Эксперт Колор. Одна из моих любимых красок. Оттенок 4-5. Каштан махагоновый. То есть каштан с сиреневым таким отливом, да? У меня заказала знакомая. Артикул краски 180-27. Я пока себе краску не брала. Решила немножко волосы повосстанавливать. Но в следующем каталоге я обязательно выберу какой-нибудь оттеночек из краски именно вот этой. Сейчас чуть подсмоется мой красный цвет. Сейчас он уже мне нравится больше. Хотя на камеру выглядит ярче. В жизни он побледней и как-то вот интересный. Поэтому пока не определилась с цветом, я решила волосы свои не трогать, девочки. Шампунь Ботаника. У меня заказала его тоже знакомая. Вот такая большая бадья 400 мл. Была у нас в этом каталоге. По очень привлекательной цене. Это у нас береза и репейное масло. Восстановление и защита 2 в 1. Знакомая берет второй раз уже такую большую бадью. Ей очень нравится этот шампунь. Артикул его, девчонки, 7771. Ботаника достойная, кстати. Серия нужно просто по типу волос подобрать. И все тогда будет в ажуре. Я себе взяла на пробу линейку Эксперт Колор для окрашенных волос. Я брала такой шампунь в зеленом цвете. Тюбик зеленый, не помню. Он, по-моему, для объема или что-то вроде того. У меня чесалась от него голова. Шампунь из этой линейки черный с углем не вызывает никакого дискомфорта. Я его обожаю. Много раз вам его показывала. Но чем черт не шутит, как говорится, взяла для окрашенных. Хочу, очень-очень хочу попробовать. И бальзамчик, чтобы краска не так сильно съедалась, чтобы был блеск. Бальзам пришел запечатанный, кстати. А шампунь нет. Вот он лезет. Аромат. Аромат у линейки классный, освежающий какой-то. Очень понравился. Ну, классный, классный. Артикул, шампунь. Они были без скидки. По-моему, в следующем каталоге будет со скидкой. Я брала, мне приспичило. 89,57 шампунь и 89,58 бальзам. Мы вот эти всякие новинки, которые у меня здесь есть, и перед камерой их неудобно тестить, с вами протестим либо во влоге, либо отдельное прям видео под них сниму. Помоем головы, посмотрим, надо, не надо. И другие новиночки тоже с вами потестим. В отдельном видео, скорее всего, оно выйдет следом прям за этим. Продолжаем тему красоты волос. Знакомая у меня попросила заказать линеечку «Умный кератин», одна из моих любимых линеек. Когда вот эти вот шампуни добью, я обязательно снова возьму себе салонки «Умный кератин». Мне так нравится, девчонки, как он работает на волосах, как они лежат, как они смотрятся. Вот как-то, ну не знаю, он действительно восстанавливает. Они не пушатся, они как-то вот красивая форма у них. Вот все замечательно. Нравится мне эта серия. Но на помывку, конечно, вот одного раза с пениванием немало, потому что он пенится плохо, и расход у него получается большой. А стоит он далеко не бюджетно. Но смотря с чем-то уже сравнивать. Есть у меня шампунь и по полторы тысячи, как бы, да, поэтому тогда это получается копейки. Шампунь, восстанавливающий для поврежденных волос, именно «Умный кератин», девчонки, с розовой полосочкой, да. Она бликует немножко. Запах у этой линейки, некоторые девочки писали, пахнет колопами или еще чем-то. У меня нет таких ассоциаций. Запах вполне себе. И маска из этой серии, потому что в этом каталоге была акция при покупке маски и шампуня. Они выходят за 449 рублей. Ну, как акция. Ну, в принципе, да, акция. За 449 рублей. Маска приходит запечатанная, девчонки. Вот так. Маску я не пробовала. У меня был шампунь и бальзам. Потом спрошу отзывы про масочку у своей знакомой. Артикул маски 8248. Артикул шампуня 8260. Советую эту линейку, девчонки, для убитых волос. Целых три чудо-губки у меня в заказе. Увидев мое видео прошлое, да, как я тестировала эту губку, девочки знакомые у меня попросили взять им такие тоже. Она 170 рублей выходит со скидкой консультанта. Артикул ее 119.42. Губка девчонки потрясающая. Как ей работать, что с ней делать. Я снимала уже отдельное видео. Прикреплю вам его в инфобоксе. Это прям любовная любовь и помощница каждой хозяйки, девочки. На кухне, в комнате и где угодно вообще. Я ей всю квартиру отмыла. Окна без развода. Все замечательно. Видео, где я тестила ее в инфобоксе, тогда ставлю. Две новиночки, еще два геля для душа. Из новой линейки Бонжур. Первый у меня Макадамия и... И кто? Маринго. Моринго. Как правильно, девчонки? Моринго. Ой, класс. Мне напоминает какие-то нотки парфюма Incandescence. Чувствуется орешек. И чувствуется сладковатость какая-то классная. Мне кажется, будет очень комфортно с таким гелем для душа принимать душ. 17-17 артикул. Называется этот гель Австралия. Второй у нас вулканическая вода и сиуит. Это морская вода, что ли? Это у нас Таиланд. О-о-о! Знаете, чем пахнет? Цитрус. И что-то прям напоминает. Грифрут. Папайю. Потрясающий, девчонки, летний аромат. Таиланд. Прям на лето рекомендую. И он такой... Ну нет, он, конечно, больше женский, но можно, в принципе, и мужчине предложить. Какой-нибудь секс вполне сойдет. Так. 17-19 артикул. Бывает, геля для душа 250 миллилитров. Так, морские водоросли, вулканическая вода. Вот. Девчонки, потрясающий аромат. Прям супер-супер. Такого фаберлик аромата я нигде еще не помню. И такого, кстати, тоже. Гели для душа пахнут обалденно. Надеюсь, они так же пенятся. По консистенции. Довольно густые. Видите, да? Ой, класс, буду пользоваться. Взяла себе новиночку кондиционера ароматерапия. Это у нас, девчонки, розовый бархат. Вот розовый бархат. Я еще не брала. У меня был такой ванильный, да, золотистый. Артикул 118.55. Ваниль мне нравится больше, золотистый. Не знаю, какой-то аромат тухлинки, что ли, есть. Но он еле уловимый. Розочками, да, чистотой, да, вот порошочком. Но какой-то подтон, не знаю. Мне кажется, на белье будет раскрываться по-другому. Вообще аромат красивый. Но я не скажу, что это розовый бархат. И пахнет прям розовым. Какое-то странное. А, не тухлинки, девчонки, нет. Знаете, что есть? Какой-то лекарственный под аромат. Аптечный. Вот. Ну и плюс цветочки. Но на розу не похож, по мне. На розу совсем не похож. Посмотрю, как будет раскрываться на белье. Если не понравится, ну что ж, допользую. Потом буду брать все-таки ванильку. Что хочу сказать по поводу новых кондиционеров, девчонки. Старые были лучше. От старых белье было гораздо мягче. Здесь тоже мягкость хорошая. Но от старого прям было просто капец. Кто пользовался, тот знает. Здесь нет. Здесь такого нет. Белье мягкое, но такого, как было, нет. Зато есть аромат для тех девочек, кто ждал, что будет сильный, выраженный, стойкий аромат от белья. Это их вариант. Еще один продукт из серии Дом Фаберлик. У меня заказали для чистки ванной комнаты средства. Артикул 112.20. Это классное средство, девчонки. Действительно классное. Помогает справиться с налетом. Ну и плюс безопасное. Знакома моя аллергик, поэтому, естественно, она не хочет экспериментировать. Берет уже несколько лет средства именно Фаберлик. Очень довольна. Она аллергика, она астматик. Поэтому для тех, у кого есть такие проблемы, продукция Фаберлик является просто спасением. И для нее же, и для меня два порошка Гринли, новиночка. Кто не видел видео мое, мы с вами сравнивали этот порошок со старым нашим порошком и с другими. Та, это и ушастый нянь. Я тоже в инфобуксе оставлю ссылку, чтобы сейчас сильно не акцентировать на этом внимание. Одна стирка этого порошка обходится в 15 рублей. С девочками считали. Это порошок специально для жесткой воды, девчонки, разработан. И что могу сказать, он отстирывает лучше, чем прежний наш порошок, который вот это в мягких упаковках, синий, оранжевый. На 26 стирок у меня хватает на больше. Так, именно для жесткости. Что еще сказать? Он у нас без фосфатов всяких, по-моему. Здесь есть энзимы, которые помогают как раз в стирке. Нет вообще отдушек, хлороконсервантов, красителей. То есть он абсолютно ничем не пахнет. Вот как приходит этот порошок. Вот в таком пакете. И здесь есть мерная, биоразлагаемая, экологически чистая, так же как и упаковка, вот такая вот мерная штука. Мы ее вот так сгинаем с вами и ей дозируем. Здесь шоколад. Я не пользуюсь ей, это неудобно, на мой взгляд. Я пользуюсь ложкой от старого порошка. И в принципе все ок. Он гранулированный, он такой же безопасный, как и наш старый порошок. Никаких проблем. Поэтому девчонки решила взять его, потому что стирка по деньгам обходится приблизительно так же. А по цене он со скидкой консультанта 297 рублей, по-моему. Это нормальная цена, хватает его надолго. Еще из новиночек, конечно же, не могла не взять, потестить масочки вот эти красивые, блестящие, да. Хотя очень дорого. И маленький объем. Здесь 30 миллилитров. Я взяла, девчонки, серебряную. Смотрите, какая малышка. Даже вот с чем сравнить. С кремом для рук у меня тут для ног в заказе есть, да. Смотрите, какая маленькая масочка. 30 миллилитров здесь всего лишь. Артикул серебряный 5804. Она приходит зафольгированная. Мы просто сейчас с вами посмотрим, а потом в отдельном видео, конечно, полноценно ее потестим. Я уже слышала отзывы, что это просто увлажняющая маска, никаких чудес не делают. И только вот поиграться, знаете. Больше для блогеров, наверное, да. Вот. Такая, знаете, кремово-гелевая текстура. В принципе, она полупрозрачная. Большое количество блесточек, да. Вот они. Но запах обалденный, девчонки. Ой, какой запах классный. Из одного запаха ее можно взять. Ой, запах какой суперский. Она такая достаточно, знаете, вот увлажняющая. Это сразу чувствуется. Ну, хотя бы будет увлажнять, и на том спасибо. Я думаю, что вот такого тюбика хватит применения на 3. За 400 рублей, конечно, это, девчонки, дорого. Взяла дезодорант, решила в этот раз взять вот такой вот розовый, чистота лотоса. Здесь нет спирта в наших дезодорантах. 48 часов, я уже говорила, защиты, конечно, нет, но 24, да. Артикул 2242 я розовый беру впервые. Ой, какая приятная нежная дожечка. Очень приятная какой-то прям свежесть. И, знаете, нравится даже больше, чем голубенький и зеленый. Вообще, очень приятный аромат, еле уловимый. Мне дезодорант эти нравятся. Соберу и буду брать. Взяла себе, девчонки, из распродажи на сайте. Или, да, из... Нет, наверное, девчонки, бонус за покупку. В общем, где-то я там откопала, да, бонус за покупку, наверное, что-то такое. Вот эти два кремушка для рук. Взяла их чисто, чтобы добить баллы. Мне не хватало одного балла до 50. Я думаю, ну чего уж мелочиться-то, надо добивать. Кремы приходят запечат... Смотрите, один запечатанный, один нет. Это, кстати, не айс. Фаберлик такого я раньше не встречала. Вот этот запечатанный с черной смородиной. Можно кому-нибудь подарить. А вот этот карамбола и маракуйя вообще не запечатанный. Фаберлик начал жульничать. Это нехорошо. Взяла, потому что нравится запах маракуйи. Свойств чудесных для моих сильно сухих рук я здесь никаких не вижу. Он неплохо увлажняет, но до первой помывки. Я раньше часто брала, но запах обалденный. Возьму, поставлю себе на работе, как бы пусть будет. Этот, может быть, кому-нибудь подарю, так как он запечатанный. Вложу девочкам в заказ. А так... Не, ручки гладенькие, но мне не помогают такие крема. Девчонки, у меня очень сухая кутикула. Именно вот здесь вот сухость рук прям невероятная. Надо работать в перчатках, всегда знаю, но не люблю. Поехали дальше. Знакомая заказала у меня два крема для ног. Если берешь два, по-моему, акция срабатывала в этом каталоге. Из серии про ноги. Первый. Бальзам для усталых ног охлаждения и релаксации. Как-то взяла по чьему-то совету его и разочаровалась. А еще набрала две штуки. У меня ничего он не охлаждает, девчонки. Но есть те, кто писал, что им охлаждает. Поэтому здесь все индивидуально. Артикул 2159. И второй продукт. Это дезодорирующий пролонгированный эффект. Экстракт лотоса. Я такой никогда не брала. Девчонки, напишите. Может, мужу стоит взять, правда ли дезодорирует. Артикул 2158. Кремы приходят зафольгированные, слава богу. А то вообще. Что-то Фаберлик один кремушек так прислал. И этот зафольгированный. Все нормально. Еще знакомый у меня заказала малину и белый шоколад. Питательный крем для рук и ступней. Я тоже бы никогда у девчонки не брала. Вообще не очень люблю бьюти-кафе. Артикул 1839. Крем, слава богу, пришел запечатанный. Полиэтиленчиком или как он называется. Не брала никогда девчонки. Не знаю, насколько он питательный. Даже не представляю. Не могла пройти мимо маски Вербена. Девочки давно просили отзыв. Кто-то писал, что она классная, хорошо увлажняет. Для комби кожи подходит. Кто-то писал, что это вообще просто фигня. Деньги на ветер. Надо сделать. Сделаем с вами в следующем видео эту маску. Она была за 99 рублей. При покупке, по-моему, от 499. Увлажняющая маска для всех типов кожи. Против 7 возрастных изменений. 0,874 ее артикул. И, девчонки, я хочу сказать вам, что я очень люблю. Зафольгированный приходит. Мицеллярку из этой серии. Би-би-крем полное разочарование. И больше я ничего из этой серии не брала. Поэтому масочку... Она, конечно, тоже малышка. Я вот все на эту грешу. А, не, ну здесь 50 миллилитров. Хотя она гораздо ниже. Получается здесь 30, а здесь 50. То есть, в принципе, да. Но тоже ненамного применений. Масочка маленькая. Ну и что-то не закрываешься. Вот как она выглядит. У меня здесь уже маракуйя все перебивает. Но вообще аромат у вербины неплохой. Лимонника. Да, вот он раскрылся. Мне кажется, это как питательный крем больше. Вот я разнесла, и он уже впитался. Не знаю, будем пробовать с вами на лице. Смотрите. Так, из новинок еще у меня ополаскиватель Нуки. Не могла тоже пройти мимо этой новинки. Хотя пасты больше никогда, не то что Нуки, я никакие фаберликов купать не буду. От Нуки, от желтой у меня налет через час уже на зубах. Хотя я могла даже не есть. Откуда он берется? Не знаю, из-за этого желтого красителя или из-за чего. Так, он у нас запечатанный хоть приходит? Нет. Нуки приходит совсем не запечатанный. Пахнет очень вкусно и натурально. Прямо грейпфрутовым соком. Ой, супер. И мятый. Артикул 24,99. Цена не очень бюджетная. Можно взять хороший, действительно, ополаскиватель подешевле в магазинах. Давайте попробуем. Ням-ням-ням. Очень приятный. Не жжет, как бывают, но сильно мятный. Мяты много, она ярко выражена. И вот этот послевкусие грейпфрутовое получается. Прямо как сачок. Хочется, хотелось проглотить, если честно, девчонки. Ням-ням. Вкусненько. Вкусненько освежает. Я чувствую, что на колгейт плакс на мой любимый похож. Потому что вот это послевкусие, оно никуда не пропадает. И несколько часов после колгейт плакс у тебя свежее дыхание. Реально, вот это вот мятное, чайное никуда пока не исчезает. Посмотрим в конце видео. Заказала водный спрей, освежитель. Артикул его 113.26. Поставлю в ванну. Это тропический бриз, девчонки. Ну, на лето самое то, хотя он крайне нестойкий этот аромат. А, классно. Освежает, здорово, быстро исчезает. Ну, ладно. Я ему это прощаю, потому что они безопасные для животных и для людей. Есть заглушка от детей. Все нормально. Самые стойкие в воздухе для меня апельсины, корица и имбирный пряник. Вот эти, это вот так вот баловство. Пасты детские были по акции, по 69, по-моему, рублей. Я взяла две в запас. Это техно-кидс, 50 мл, 23,59 у нас груша. Это 6+. И 23,58 это яблоко, 3+. Детские пасты приходят у нас все зафольгированные. И в отличие от взрослых, они прекрасно очищают эмаль и не повышают ее чувствительность. Я, возможно, сама на них перейду, девчонки. Дочери у моей никаких проблем с зубками нету. И, надеюсь, никогда не будет. Нравятся. Нравятся. Уже много раз вам их хвалила паста из линейки техно-кидс. Отличные, просто замечательные. Уже заговариваюсь. Так, вот такой крем ночной, ботаника, девчонки, и глицы, и радиола розовая. Заказала он мне знакомо, крема приходит с запечатанной вот так пластиком. Артикул, это 40+, 0,711. Ей нравится, она, кстати, берет не первый раз. Дальше, она же заказала для внучки у меня комплекс экстрактов череды Эксперт Фарма. Вот эта детская линейка, кстати, вообще потрясающая. Я раньше всегда брала эти комплексы для ребенка, брала средства для подмывания очень долго. Она потрясающая. Здесь почти никакой отдушки нет. Слегка-слегка пахнет травками цвета желтого. И мне очень нравилось. У меня как-то одно время была аллергия у ребенка, и мы подмывались, когда этим средством, все было идеально вообще. Поэтому у кого есть малыши, прям рекомендую присмотреться. Цена полностью себя оправдывает, девчонки. Артикул 1,7,0,0. Такая водичка для купания. И себе на кухню заказала лакрем, повторилась. Мне понравилось пользоваться на кухне именно лакремом, а не мылом для кухни. Мыло для кухни, конечно, супер. Убирает запахи, но сушит руки мне. Поэтому решила ставить лакрем. Это уже второе. На этот раз решила взять с кокосиком. Артикул 86,38. Была хорошая цена. Действительно пахнет кокосиком. Оно действительно нежное. И пока хочу на нем остановиться. Пусть на кухне у меня стоит именно лакрем. Ой, девчонки, еще что-то. Кисточка. Кисточка для растушевки теней. У меня такая есть. Заказала знакомая. 111,06. Я так говорю, все время облизываясь. Потому что мне так вкусно во рту. Сейчас, девчонки. Кисточки Фаберли классные. Она слегка приплюснулась. Она потом расправится и будет таким бочоночком. Безумно мягкие, хорошо набитые. Не лезут. Я прямо ими пользуюсь с удовольствием. Кто не брал или сомневается, девчонки, попробуйте. Возьмите. На них, правда, давно не было акций. Когда есть, вообще можно хорошо взять. Но и так недорого. 129 рублей без скидки. Вот такая кисть со скидкой получается, наверное, рублей 90 с чем-то. Ну, вот и все, мои хорошие. Дыхание у меня по-прежнему свежее. Так что, в принципе, пока нравится ополаскиватель. Посмотрю, посмотрю дальше. Новый каталог, конечно же, пришел. Классный, летний, яркий. Уже июньский. Я уже его листала в интернете. Много акций, много интересных акций. Будем с вами все смотреть. Появляются кухонные новинки. Ух, прям тут. Держите меня семеро. И обалденный будет подарок для новичков. В следующем каталоге, да? В этом у нас средство для волос, а в следующем вот гринли. Вообще супер. Прям регистрируйтесь. Прям сама, может, буду. Кто еще не зарегистрирована, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Я с вами сразу свяжусь. Буду вашим наставником. Помогать вам на протяжении всего пути в Фаберлик. Будем общаться. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, мой заказ был вам интересен и полезен. Если это так, обязательно ставьте лайк. Берегите себя. Всех люблю. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok